Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум в Сайфуде. И мой ресторан La Caffe de Beauty приготовила себе такой ужин, как в Парижах, легкий салат. Какие дела? Сейчас буду кушать. Надо еще цветы как-то вот так вот поставить, чтобы они были видны. Цветы, чтобы были видны. Свежая помидорка, огуречек. Сварила макарошки, помыла помидорку, огуречек, сделала салат. С посолнечным маслом, с майонезом, будет просто имитирована черной икрой, вода свежая. И вот. Морды как-то дальше нужно это дальше двинуть. Трудно сейчас, чтобы полностью пейзаж. Пейзаж, пейзаж. Ох, как я получаю. Так это красиво. Ох, так это красиво. Так супер красиво, и цветы красиво. По-моему, такой дымжем. Супер красиво. Может быть, другой стороной поставим столик, нет? Такой, это более красивый дымжем. Антикварный столик. Такая супер красота. Сняла только что видео. Сгружаю. Сейчас его на мой канал YouTube. Немножко занавесило. Заснимаю в квартире, немножко занавесило. Мой балконе. Вот, в принципе, такая жара. Немножко так, знаете, еще водичка. Я не принимала уже душ. Еще так водичка чуть-чуть. В принципе, жарко. Я замечала, что если открыть и балконную дверь, и все окна, Настюш, то получается такое, хоть и на одну сторону окна в квартире, получается такое проветривание. все равно. Настюш... Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Не перемешать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Наслаждаю. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. А так, конечно, советуют опрыскивать помещение ионизатором воздуха. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. платье какие шикарные какой-то самые дорогие туфли в мире самое дорогое платье в мире вы понимаете интернет это на этом и такое такая задумка сделать такую вечеринку название так назвал по вечеринку такой видео вечеринку я уже загрузила новость вконтакте где-то ума на через эти смогут сами будем через петель эти яйца фаберже и как-то печатный печатный двор москве да видите салфеточку не принесла против все нужно продумывать салфеточка убрала придется расходить за салфеткой смысля выполнена ну и там там она осторожнее такой небольшой проход потому что мебель мебель близко а 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 школа очарования покажет карнавал в рио-де-жанейро и только держись шапку все талман наденет 30 градусов жара и что наденет копе копе или так в общем копе наденет копе а я я вспоминала как удивить мужчину девушки сейчас я вам расскажу как удивить мужчину до такой копе покупайте какой-нибудь такой копе было написано карнавальные костюмы вайлдберрис вайлдберрис я купила приезжает однажды выринг ко мне ну не то что там однажды в один в один из и приездов не буду говорить кто очень мужчина в общем да я я решила покрасоваться отдела это копе открываю дверь и он дать так вот был очень удивлен да я помню его удивление куда купил он комич такой платье было тут такая платье оплатим я удивил дима я помните вы там ландшафтный дизайн вот это я думаю надо как-то вот это вот морально помочь к этому копе или отдельно покупала кучу платье на такое вот это вот такое я делаю это платье карнавально и вышла там эти ландшафтные работы так что и затем форматы как но красота правда я вообще любите шляпу митку огромное количество общей шляп части отдала в такое количество я люблю и люблю эти шляпы различного вариации поэтому я там упал и такие такие в общем конечно вот это вот эти какие-то в общем вот так я очень знаете такой есть интересный фильм банка вангелия вот смотрел такой много-много серийный вообще интересуется как кирсана любжина вообще к банке ездил как киркоров к банке ездил вернее его отец и как вообще банка предсказывала что в конце в конце времен наступит такое время что будет как-то вот единая какая-то единая единая религия что такое ну что это спящий пророк кейси да хотя на салмана напитывает хотя он салмана специально оставил такую маленькую дайте мне за навешано сейчас это окно где ты просто не знаешь на мать к эксклюзив на такой склюзив подъехала инкассаторская машина мог его ждала как-то не было грустно даже как-то это видео то видео на это снимала бы снимала а в конце тебя как-то на сняла как там никак не вселенная так что вот это вот очень подъехала не хватило найти я очень люблю вдохновляться деньгами так что видео загружается может конечно я зря конечно тебя так засняла но что делать у меня огромное количество видео на моих каналах youtube и татьяна салмана махнул сайт будем на русском на английском языке больше 6 тысяч видео 6 6 видео 400 где там на каждом видео я вот так что как на сама такая штучка не полностью занавешенная прямо-то вижу это ох это машина сбербанка вообще мы с ним и обсуждаем чтобы дима знал что это я дима там и написал такое достаточно такую информацию такую написал дима я еще ничего не прочитала вот сейчас прочитаю скоро вообще речь идет о прямых эфирах хочу сделать знаете мои такие видео в прямых эфирах вот но то что там где мы даже не знаю если как в этом в качестве как бы какого-то интервью или как или как-то вопросы понимаете ну вот я снимаю у себя можно считать что это тоже при принципе прямой эфир дима нот в чем разница будет вот смотрите я вас включу мой ноутбук у вас будет например прямой эфир вы будете меня в прямом эфир смотреть единственное что вы будете видеть что это именно вот в эту минуту это я да это единственный плюс а а также все равно это моя творческая студия позитивного мышления там как это читаю книги из моей библиотеки позитивное мышление смежные науки рассказываю на различные темы рассуждаю в общем как то как то вот то есть тогда как бы более как бы будет понятно что это именно я как бы прямой эфир это именно я сегодня выходной как-то этап все разъехались по этим водачим рядом с машиной сбербанка там маленький котеночек бегает маленький котеночек я увидела маленького котеночка сейчас вам покажу там котенок бегает там кошка бегает маленький котеночек вон она смотрите этом с ней машин нету как немножко нужно конечно помады больше подкрасить помады немножко подкрасили кубы потому что кушала надо конечно вот это вот ну да сначала салмана отделала сейчас я разделу это я сама вспомнила эдгар кейси вот эдгар кейси просто мое такое субъективное мнение прежде чем получить такой дар какой он получил вот там в общем на самом деле у него была такая я просто читала его биографии в ней смотрела на ю тубе вот она там на ю тубе вот такая в общем у меня там биографии его написано было так что вот это мог под подушку положить учебник это был еще маленький на следующее утро знала вообще весь тут учебник вот это прежде чем получить такой удар который был у него это понимаю а это там явно было сказано что это такие светлые силы это было как бы вот свыше понимаете вот такое свыше светлые такие силы которые давно брел они хотели посмотреть как вот он будет вообще использовать какие-то такие свои способности они вот на него хотели посмотреть прежде чем мне как говорится вы поняли да была такая но я вам не воспроизведу это из библии что ли цитаты какая такая цитата была пойдет она в общем путями там извилистая в общем там такая такая в общем нет у меня этой нет у меня цитата она здесь угол чуть подкрасить чтобы это больше смотрите как бы когда вот немножко повода так вот это вот а так конечно влези нужно еще на кутку марафет марафет навести вот вот такие вот дела мне можно наоборот немножко найти стереть и будет как-то более вот это потому что с одной стороны больше чтобы накрашены с другой меньше ну вот что-то как-то они сегодня задержались этой машиной что-то сегодня наверное там денег много денег нам много наверно в эту машину кладут главно рядом машин вообще нет ни одной так что вот ну в смысле с какими целями будет использовать и так далее я просто просмотрев мою биографию я просто сделала такую такой вывод вот только знаете я думаю что я сейчас подумал интересно я думал это вот он родился таким мы была предначертано иметь такой удар вот или как там вот могло и не быть в общем так такого как-то дару я вот я вот я вот тоже думаю об этом об этом история история умалчивает вот вот такие вот дела значит так это нужно отнести кетчуп нужно отнести потому что жара 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 я вот а вот вот Продолжение следует... 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 вот еще несколько девушек у меня женщин было а так 3000 мужчин я иногда закрывала открывала вот в том числе он михаил фридбун был вот такие вот дела я вообще 16 года там знаете вот а у меня же было огромное количество френдов я смотрела там эти вот кита конный кто конным спортом кто там это европа кто этим luxury life вы там знаете вот этот знаете я уже поняла что знаете есть такие вот эти они за как они как-то как правильно сказать ну господам и господа которые знают это рантье у них знать это ранчо большой дом это я как-то говорю ранчо большой дом и понимаете вот он вывешивает пиджак туфли сегодня заснимает на видео на фото и спрашивает на своей странице фейсбука друзья как вы считаете какие туфли а у него знаете как вот у меня знаете вот эту обувь особенно раньше эти мечты как-то вот это только нужно только нужно раньше мне только как-то много много всего принципе тоже как-то вот это ну такая коллекция у меня была более большая но не все и носила вот вот поэтому а вот и такие знаете по типу женских такие вот эксклюзивные но спрашивает другие друзья френда как вы считаете вот вот эти мне знаете макосины одеть а вот осенний период вот эти макосины они еще такие с какими-то штуками резны и такими такими золотыми штучками но по женскому варианту вообще вот к этому пиджаку вот эти вот надеть или другие вы поняли да то есть есть такие и тогда я честно говоря такими никогда вообще не общалась людьми чтобы знаете вот они уткать я я своих газетах читала я читала что он как ее генчин вальдак у него такой муж как говорится который когда не рантье он как-то знаете у них это вот большой дом они занимаются лошадьми знаете вот есть такие люди в европе они богатые из поколения в поколение у них большие не заказать по-американски большие дома виллы и замки у них эти конные конюшни понимать огромная территория и не работают они как бы вот это вот они вот это у них тогда прислуга обслуга так понимаю и они вот так вот и то есть я упаду мужчине было просто удивлена вот у меня был во френдах у меня приятно удивило так как расширить затону комфорта вот вы представляете такой мужчина такой вот какие мне сегодня вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот эти вот как-то вот это ну да потом мы на в этих штуках будет загорать на какой-нибудь лежак рядом с домом будет вот это вот я не знаю там пицца какое-то вино будут им услуги там кто обслуживающий персонал приносить завтраки обеды и ужины а нет не завтраки он наверно покушает потом он куда-нибудь съездит может каким-нибудь таким же вот этим отдыхающим друзьям как он или что-нибудь в этом роде в общем как-то так вечером какой-нибудь ужин такой ужин может кого-то потому что ресторан я не знаю что происходит вот так что это как говорила саманта о мой день я сегодня очень устала мой день состоял из-за педикюра маникюра и массажа и чё-то я насчет такое сказал ну да но таких френдов а им они мне очень нравятся не были такие вот эти вот на затем какие-то вот эти на эти локшериал со всякий сынкса особенно там арабские эмираты и золотые какие-то фрукты какие-то подносы и потом зайдем чем только не загружала там потом я таких френдов смотрела а поскольку у меня мужская аудитория была я нам так быстренько просматривал некогда было просматривать я как вы знаете у меня такой был лак же журнал я их привлекала к моей странице чтобы они открыли мою страницу видели тут дорогая яхта тут эта золотая машина а тут такие чистые новомодные а я такие искал понимать у меня был такой мужчина из монако понимаете какого-то там вот этого вот там а вот это там вот это взять я их этими а я там знаете там из дубая там а у я у этих которые вот эти вот лакшери живут они это выкладывают у себя на страницах я тем самым а у них было очень много поэтому когда я открывала мою страницу с утра когда я просыпал нам вставал там в одиннадцать-двенадцать вот и моя страница знаете у меня такая и до одиннадцати вечера на моей странице меня мужчина еще даже спрашивала мне самой здесь принципе было интересно несколько месяцев я этим так вот занималась вот им ну не то что может быть даже больше я имею вот именно лакшери лакшери вот и я когда я открывала знаете вот этот просмотр что там у френдов знаете как новости и когда я смотрела в этих новостях там эти яхты дорогие машины и яхты всякие какие-то в общем пиджаки в общем какие-то коллекции одежды очень и все это лакшери дать как будто бы вот это попало знаете как это она у меня этот не бог это женская какой-то такой мужской журнал знаете вот это редактор такого мужского журнала по вот этим вот лакшери or things я даже не какие-то машины супер какие-то машины чувак это техника техника которая что-то быстро режет потом какие-то соседки вот немножко такие немного такого такого супер позитива это такие знаете котики там какие-то с животными хорошие видео вот и я делаю такую подборку подборку учитывая что у меня их много я выбирала лучше к себе потом я посылал приглашение таким же их френдов они так случайно открывали мою страницу видели что у меня такое вообще на моей странице просто шикардос вот этот вот и они ко мне присоединялись во френды а когда они ко мне присоединялись во френды также присоединялись их новости которые они загружают к себе на странице их вот эти вот лошади вот эта лошадь такая-то такая там скачки вы поняли да это было настолько там с утра до вечера вот так вот прям это часами сидел я думаю но это надо вообще тут такое все локширики самолеты частные самолеты какие-нибудь там на вертолеты нет частный самолет уже там внутри этих самолетов часы драгоценности что-то я смотрела по youtube торты понимаете самые дорогие торты или свадебные торты и такие очень красивые картинки и в общем в общем вот так так что можно сказать знаете татьяна салмана еще в шестнадцатом году так вот это расширила зону своего комфорта вот что в принципе я вам к чему это позитивному мышлению к джону кеха как впитывать это по джону кеха также по наталье правдина и расширение зона комфорта по джеку кэнселту я просто хотела немножко такую сделать обзором по youtube потому что сейчас вам не могу предоставить такой вот как я вам сказала да это нужно понимать ему заниматься я этим занималась часами днями неделями и месяцами вот и все и заметьте это бесплатно я делал но там вы спросите кто был там три тысячи там такие какие-то были которые знаете что там в общем как-то вот так вот такой небольшой эти небольшую подборочку с youtube а хотелось его дать такое позитивное видео но там у меня не было это как бы я там ничего такого позитив позитивное мышление что такое не писала там было именно вот выкладываю я просто выкладывал вот эти видео или картинки со ссылкой на автора ну с посылки что это с этого сайта или там вот кто там взял в какого-то сайт ютуба и вот все что там нажимаешь и уже открываешь там в оригинале где это потому что те видео которые загружают ютуба с моего канала сразу видно с моего канала или просто с ютуба там нажимаешь на видео сразу понимаешь моё видео с моего канал как бы я надеюсь меня уже узнают понимаете только интересуется мое творчество или просто с youtube снимаете там немножко немножко юмора обратите внимание загружаю что-ка немножко юмора а так конечно такой обзор ну на вскидку понимаете вот так вот на вскидку понимаете так на пальцах вам объяснить дорогие яхты здесь нужно наверное поднимать это было как-то вот открываешь и вот это его той так красиво наверное же такое зрительное такое восприятие в эти шейхи и что там какие-то золотые слитки и самые дорогие бриллианты и какими-то другие еще камни понимаете это настолько вот короны короны вообще этих царей различных вообще стран вот вот а сейчас здесь я хотела думала такой арт вечеринку и вот это все но у меня информации как бы нету вот и буду потом это очень долго как бы это и делать и все и где это возьмешь а нужно эти кто вы там видел и видел а вот какие-то знаете на ю тубе то что есть вот такие вот стандартные там дра и самые дорогие вот эти вот я уже говорила это сделать и уже сказать о позитиве о том что вот смотреть каким-то образом вот это вот впитывать да и вообще наслаждаться ну и по джону кеха я уже об этом говорила по наталье правдиной по джеку кэнселду это уже в рамках моего моей творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли вот вот такие вот дела потому что когда я на самом деле смотрю понимаете когда вот я я могу могу просто вам рассказать мой такой экспириенсы мое вот такое вот ощущение понимаете я вот в этой комнате кстати в этой комнате есть такой вот большой стол сал компьютер и целыми днями я вот это лакшери смотрела знаете и мечтно говоря у за целый день у нас было такое такое ощущение что я уже этих примат на питала и прям вот напиталась правда в этим уже ты лакшери вот так у меня было так вот я все это смотрела смотрела то что целыми днями вот и у меня есть такое было ощущение что я прям вот но не то что там я побывала а вот но это настолько то есть вы понимаете то есть это явно в этом что то есть даже если смотришь на видео и на картинке вот сервировка всякие там какие-то фрукты в общем что такое одежда люди красивые какие-то букеты цветов красивые девушки туфлика чем какие-то платье ох там такое как знаете как этим как этой модный даже таких мод даже такой журналах модных не увидишь а золотая машина вся из золота и позолочен или чё на там мне просто самой тоже очень не настолько это все очень нравилось хотя знаете какие такая немножко у меня была я была ориентирована больше на мужскую аудиторию потому что я подумала если я буду показывать платье или что там такой женские туфли а у меня мужская аудитория мне нужно как было ну вы поняли да три тысячи мужчин очень как-то их в общем по мужскому у меня какой мужской вот это вот вот это вот вот такой журнал мужской 1 мая была страница на фейсбуке ну понимаете одно дело сделать вот эту подборку уже какую-то понимаете сделать видео семинар как наталья правда там в турции знает какой-то погружение знаете вот этого расширить зону комфорта рассказать людям показать наглядно вот как-то они выезжают вышли и выездные семинары люди на этом зарабатывают да а другое дело конечно как-то вот как-то вот так ну что паркуется свежие свежие фрукты огнью жир в этом клубничку привезли они такие овощи овощи паркуются машина овощи паркуются к магниту кстати ну да это знаете рекламировать вам мыло ландыш которая купила 7 7 этих ландыш я мою по 15 рублей то есть там до 14 со скидкой 7 их купила тут как там вчера я купила но я взяла последний такая эксклюзивная такая ландыш прям такая такая роза прям такая роза только ландыш называть окон это какой аромат у этого мыло такое омолаживающее ну и дайте как-то нужно же нужно же по позитивному мышлению на высоте позитивно нужно же мыслить позитивными аффирмациями как учета джон кеха что когда вы думаете думаете положительными аффирмациями потому что это все записано крупными буквами на небеса потом я вам огромное количество видео загрузила луизы хей которая тоже очень говорится о пользе аффирмации так далее я повторять это не буду вот потому что это уже я об этом уже говорила и загружала эти видео и джона кеха и луизы хей и наталья правдиной и настроена на день и вообще то есть и о богатстве и о успехе и о счастье вот что нужно заниматься и собой и медитации и и йогой в общем как-то и настраивать понимаете как она наталья правда сказала главное это здоровье вот вам на это здоровье так что вот это физическая физическая нагрузка доступная для для человека правильное питание и правильный позитивный настрой так сказала наталья борисовна правдина видео которое я сегодня вот посмотрела на ю тубе вот такие вот дела так что сейчас у меня видео это загрузилось этом загружал я думаю что она уже загрузилась я уже буду сейчас выключать выключать это видео у свечи полный рост показать я очень надеюсь что мой компьютер эротически заснял меня в общем как-то вот это правда у меня знаете была идея изучить это все и например при случае блеснуть я понимаете блеснуть знаниями но мне показалось эта идея немножко какой-то понимаете если все таки не живешь такой жизни понимаете те люди которые вот возвращать к этому мужчине понимаете вот а это как называется то есть а боже мысль то было я стала вам рассказывать про этого мужчину дать вот эти вот тут он стал понимать этот пиджак какие там вот это вот одеть вот эти вот а вот обувь понимаете да чтобы френды чтобы френды как то вот его сказали ему и обсудить например вот это его лук потом он будет а вот да я вот эти вот туфли надела и как там дима косина и вот они будут гадой да вы шикарная вот и в общем как ты он будет это будет как-то его такие вот хорошие комментарии будут его греть что вот он посоветовался потому сказать что он шикарно выглядит это какой-то такой вот это вот общение так что вот но эти люди которые совершенно другой жизни живут и понимаете не общаются таком кругу и там уже знают наверняка какой бокал к шампанскому в каков какую в эту заливать там или коньяк и в общем там какое вино какую вилку там где-то брать это другой уровень поэтому я подумала 6 так вот заучить вот то приснуть среди таких людей вот у них кажется что не получится поскольку если они в этом понимаете если они это знают они в принципе достаточно легко это могут раскусить да так что вот сейчас я приду посмотрю загрузился у меня видео так долго загружается это видео так долго загружается хотя что я что-то на книжки книжки сэн-жерме наталья правдина хотя это видео уже нужно нужно быстренько думают это вот вечеринка был как-то вот это такая идея понимаете вот сама идея можно может как-то за через огромное количество информации за ютубе за интернете а вдруг там кто-то что-то ошибся и может знать может там закрылась ошибка и это будет каким-то вот этим вот так что вот я думаю что все таки одно дело там разбираться в чем-то быть специалистом а другое дело не нужно быстро так сказать а у меня вот это пробовал мне это нравится другое дело вот а я знать подумала может быть там запомнить марки часов например там ведь которые там какие-то вот эти вот этот топ топ лэвл потом думаю марки вина потом думает о голове держать на уход это улетает понимаете для этот токсов ток смотрела вот как-то часам я все как-то не очень вот в общем это вот ну как говорится даже эти топ даже смотрела самые лучшие отели самые лучшие рестораны запомнить как и там самые лучшие рестораны отели считаются в мире вот как как-то вот это вот такие вот дела а что сейчас я смотрела днем лекцию татьяны черниговской вот я там загрузила тоже на мою страницу вконтакте татьяна салмана через дефис мостом сайт будем через дефис достаточно много лекций она очень шикарно вообще говорить на различные темы вот рассуждает знаете вот как она интересна вот это вот надо мне было сделать обычно я как говорится отдыхала и включила просто ее лекцию послушать знаете как-то вот просто послушать на самом деле обычно я знаете как вот это вот слушать нужно с ручкой с бумагой сразу же записывать знаете кино сделать такие но вообще бы я вам так хоп-хоп-хоп все сказала вот это а я для себя это отметила и какие-то моменты я я вот как-то вот они у меня как-то вот так вот я не могу это все воспроизвести понимаете по смыслу как-то поняла да а вот эти себе но сделал такие но я бы сейчас так вот вам все это рассказала вот ну да это нужно было потратить время для меня это было очень интересно и я подумала что это супер интересно но с другой стороны я подумала другое дело если бы я узнаете это приглашаю зарабатывал деньги я приглашал бы на семинар я бы там делала семинар дело при этом вот другое дело зарабатывать такой драйв ты зарабатываешь деньги когда такой драйв там делать ноуты в общем как-то сделать это интересно всегда знаете я всегда знаете большой знаете там как говорится страстью понимаете я люблю это и позитивное мышление смежные науки себя снимать на видео мои видео очень люблю вот это снимать это красиво так что вот моя такая такая маяка страсть вот но потратить время на то чтобы сделать эти но надо там достаточно такие одна тема затрагивала очень такие очень интересные и в общем как то вот так вот я подумаю потратить время на что чтобы я вот это вот все записала потратила время я думаю я потратила четыре года но он стоп написал книжку тайная психология денег секрета богатства и процветания что я подумала может быть лучше время потратить на спорта на обустройство еще дома более ланшери сделать изучить этикет подкрасить волосы сделать массаж я делаю знаете я делаю на эти массаж лица я делаю массаж и делаю массаж тела сама так что вот надела такую зарядку правда не каждый день вот ну я занимаюсь знаете вот это у меня за зарядками сегодня надо было пол помыть у меня сегодня была такая вообще задача сделать уборку понимаете у меня надо было полы помыть быть протереть но посуда у меня чистая хотела я уж покушал опять нужно мыть посуду ванную помыла хотя они все отмыла еще средства мне надо для мытья вот туалет помыть еще много чего сделать я вообще сегодня хотела много чего по хозяйству сделать но вот так вот начала думаю белье вот эта часть я сделала потом видео перезагрузить а достаточно много успела и поспать чуть-чуть успела и отдохнуть и лекцию черниговской татьяны посмотреть вот она я подумала и я буду днем в 30 градусов жары заниматься уборкой ну хотя я приняла знаете я приняла душ потом я приняла контрастный душ прохладный душ в общем вот это вот и я подумала может быть все таки сделать ставку понимаете на себя на здоровье больше прочитать аффирмации больше прочитать 90-го псалма больше прочитать про сан-жермена больше прочитать веление сажи сан-жермена вот заняться своим лицом вот потому что если вы от этого на том видео но есть крупность я показала сейчас который ведет загружать посмотрите в конце так что вот такие вот дела волосами и вообще масками знаете вот это вот и чем-то таким что там советую знаете как там мы какие-то знаете и стоим например такой специальный такой а тренинг для лица знаете что в мышце лица на лице говорят очень много мы что это посмотрела чтобы они все были за это но это уже ораторское искусство я уже начинаю про радское искусство говорить вот так что вот такие дела там мимика заняться еще что то есть как бы вложить в себя понимаете вкладывать в себя потому что эти как тебе напоминать на чтобы я не гордый осаночка понимаете это осаночка хорошее настроение позитивное настроение вот вы понимаете да больше я отдохнула полежала поспала наверное это больше важнее чем я бы сделаете ноут татьяны черниговской сейчас бы я это все сказала и такое чувство что это знаете вот это а у это как вы знаете вот это в трубу ли в пустоту в этот татьяна сама немножко щит пошутит и они они знают какой коллайдер какой-то коллайдер там но я не знаю такая шутка ну я я просто вот это говорю просто если я займусь моим домом у меня дома будет это красиво ну я и так занимаюсь но больше понимаете если я больше успела я успела сделать уборку сегодня уборка самой знаете зарядка массаж еще раз душ принять чтобы жарко не было продолжать немножко так это жарит еще прохладней критушь еще полежать отдохнуть подумать помедитировать включить медитацию школа очарования я красивая я оргазмическая включить медитацию натальи правдиной а я я привлекаю любовь и я привлекаю успех шикарные медитации слушалась в 2004 году 2005 вот тем самым вложить в себя знаете вложить в себя в общем каким-то образом подумать помедитировать знаете может быть расширить в общем что я там такие какие-то такие вот молитвы чтобы знаете был как это больше счета в космическом банке в общем как-то в общем как-то вот так почитать научные молитвы по джозефу мэрфи но у меня это выписано я же вам говорю на из лежит так что вот я просто подумала ну да так бы я не хотела некоторые вопросы меня заинтересовали вот просто просто рассказываю на скидку от того чтобы я это записала вот это вот сказала на видео знаете вот это там я конечно за снимаю мне нравится это снимали мне огромное количество видео вот я вообще хочу быть знаете вот эти вот велика актрисы певицы и вообще мне нужно понимаете если я буду отписать вот это вот там михао маратычу вы понимаете да такие люди они не простые а нужно знаете как то вот это вот надо быть нет и не из этих не из робких вот уметь поддержать разговор уметь а я так это тренируюсь и это в принципе совмещаю но нет то что то что студия позитивного мышления силы позитивной мысли это понимаете книжка тайная психология денег скрета богатство и процветания то что я занимаюсь я наукой знаете наукой вообще жизни найти то уже 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 давно 2002 года это как бы ну это отдельно понимаете это вот отдельный засток у пласт огромный на к этому страсть вот и в общем как то как то вот так вот но манера общаться быть раскованной не быть зажатым уметь сказать уметь рассказать понимаете о чем говорить поддержать разговор что-то интересное рассказать например собеседник молчит понимаете вдруг молчит молчит и смотрит за хуже некуда нужно что-то говорить а что вы будете говорить как говорят вот такая вот пауза цвета будете говорить ну а здесь можно сказать вот там это да джон джон рокфеллер или как там вот это что там у меня как там называется а генри форд да генри форта там вот этим биографии биографии смотрела так это просматривал не все читала но изучала истории успеха и так далее просто начинать какую-то тематику лучше знаете такая нейтральная тематика потому что я послушала интервью честно говоря так немножко как-то поскольку я считаю что знаете татьяна сломаны тут не конкуренции знаете у меня получается это у легко мне конкуренции как-то вот так просто я послушала вот говоря что бизнеса знаете это конкуренции общем на самом деле в общем на самом деле я тогда послушала потом как это вообще рассуждала какой-то такой темы честно говоря джиндина я вам как-то вот это я просто подумал что это вот эти вот какие-то тезисы которые там прослушала начать об них а а в них говорить вот то уж услышать что-нибудь такое а бизнес он обычно как бы жесткий бизнес вот а какими-то моими понятиями знаете этот романтик типа вот это вот это знаете какая-то чародея кошки говорящий дом волшебный это вообще разные разные понятия и можно я вам что-нибудь такое сказано то есть лучше эту тему вообще не трогать я решила что эту тему вообще лучше не поднимать я изучила что по этому поводу они думают и решила что знаете если что затяна салман сделает такой вид какой бизнес 1 салман вообще бизнесом не занимается так что вот я никогда бизнес не занималась это на юрфаке училась в школе училась пт училась на юрфаке вот замужем была два раза и вот книжку и очень позитивным мышлением так что вот бизнесом я никогда не занималась ну да потому что я там что-то послушала мне это не понравилось я подумала что если я начну эту тему говорить о чеке такой как-то вот этим иногда надо промолчать это дело сама она может сказать я подумала что эти темы лучше вообще не трогать поэтому я уже решила что эти три темы знаете как ты их трогать не надо вообще поскольку я чем и такое могу сказать а это явно как бы не понравится а кому это надо правильно это совершенно никому не надо я просто как то вот это поэтому здесь нужно какие-то вот такие вот раскрывать что-нибудь что-нибудь такое что это такое вы поняли то различные различные много других вопросов аспектов и вообще много чего интересного о чем можно о чем можно поговорить вот а своего рода знаете такое вот это ну а что и я нас но 20 тысяч видео сама засняла ну там один процент не я засняла меня засняли но это когда там есть но там или паспорт делать или там документы получать вот это вот а так как в основном в основном я 20 тысяч видео сама нет некоторые очень короткие на это по минуте по полминуты по две минуты и до трех часов то есть меня различные различные видео ну на вскидку хочу сказать что татьяна черниговская что говорила она сказала что она прочитала очень много книг и очень много специфических книг по своей теме и тема такая вы понимаете да у нее очень интересная и она приводила такие примеры вот в книгах говорится о понятии вот такое-то понятие но она не расшифровывая то что это такое вот это что также на времени говорила то что я вам говорила времени на одном из моих видео вот она приводила пример она хорошо я прочитала много книг да вот вот это вот в это вот это понятие но что это такое мы не знаем и И, честно говоря, она меня свои лекции, своими такими вопросами, которые она в принципе, я не знаю, она как бы это говорила в аудиторию, но она преподаватель, знаете, она это в аудиторию говорила, вот, и как бы этими своими вопросами это было для меня очень полезно, поскольку она навела меня на определенные размышления, что мы как бы не задумываемся, знаете, вот иногда читаем на чем-то таком, и, знаете, кажется, что так оно и есть, вот, а свои лекции она заставила, честно говоря, меня задуматься, вот, хотя, может быть, те понятия, про которые она говорила, они мне как бы не очень интересны, но факт остается фактом, она привела там не только одно, она привела несколько примеров, вот, а это очень интересно, я потом пересмотрю эту лекцию еще раз, вот. Это говорит о том, что, как бы, и она, как бы, я так понимаю, много, многого мы не знаем, потому что, вот, многого мы не знаем, это вот об этом говорит. Вот такие вот дела, ну, хорошо, в общем, что? Автор книги я «Тайная психология денег. Секрет о богатстве и процветании». Это моя книга. С вами я, Татьяна Салмановна, Макту Санфи. Сейчас я вам еще покажу, если я еще туда вот схожу, посмотрю. Ну, что, видела, там уже загрузилась. Но с другой стороны... Как-то это скучит. Но с другой стороны вместо... Или большой свет включить, или нет, ну, у меня большой свет не надо. Лучше так. В общем, такой пейзаж. Ну, если честно сказать, вместо хозяйственных вопросов, вместо хозяйственных вопросов, я бы, конечно, лучше... Ох, губы, надо губы подкрасить. Губы подкрасить, ладно, не буду. Ну, что делать? Ладно, так это поставлю. Себя вот так же сниму. Ну, а если честно сказать, вместо хозяйственных вопросов, я бы лучше послушала несколько лекций Татьяны Черниговской, сделала бы такие ноуты, и, короче, рассказала бы об этом очень интересно. Конечно, это более для меня увлекательно, привлекательно. Это меня больше привлекает, чем, конечно, как-то вот так. Так что вот сейчас буду это видео загружать на мой канал YouTube.